Несмотря на объективные трудности, связанные с введением карантинных мер из-за пандемии коронавируса, государство продолжает оказывать существенную поддержку представителям малого и среднего бизнеса. В частности, вынося изменения в налоговое законодательство страны с июля текущего года. Все эти шаги направлены на дальнейшее стимулирование деятельности субъектов частного предпринимательства и призваны обеспечить упрощение контроля со стороны государственных органов, а также в целях обеспечения социальной защиты населения государством предприняты соответствующие меры, направленные на облегчение уплаты налогов населением нашей страны. Об этих и других изменениях в налоговом законодательстве, вступивших в силу во втором полугодии нынешнего года, и поговорим в эфире. Добрый вечер. В студии руководитель управления разъяснительной работой Департамента государственных доходов по нашей Жамбулской области у Мирзак Сайлауч Коспанов. Мирзак Сайлауч, на сегодня среди населения стала такая популярная тема проведения налоговой амнистии по уплате налогов гражданами нашей страны. Что вы можете пояснить по данному вопросу? Учитывая то сложное время, в котором мы все оказались, осознавая свое социально ответственное государство, пошло на принятие беспрецедентных мер в целях поддержки населения. Так, 2 июля 2020 года президентом Республики Казахстан Космошмар Кемиловичем Тукаевым принят закон об внесении изменений в налоговый кодекс, который предусматривает проведение процедуры налоговой амнистии для физических лиц. Что это означает? Во-первых, для физических лиц, у которых имеется задолженность по налогу на имущество, по земельному налогу, а также по транспортному налогу, не включая суммы за 2019 год, предусмотрено списание пени по имеющимся суммам задолженности до 2019 года. То есть сюда предусматривает, как я уже выше указывал эти три вида налогов, если в это время, вот скажем, процедура налоговой амнистии будет действовать со 2 июля по 31 декабря, если в этот период физическое лицо будет уплачивать основную сумму налога, автоматически будет списана пеня. Это очень существенная поддержка для населения, учитывая то, что сейчас многие люди оказались без работы. Это надо признать. Во-первых, для проведения этой процедуры во всех территориальных управлениях государственных доходов созданы комиссии, которые будут рассматривать заявления налогоплательщиков, которые погасили свою основную сумму задолженности. на сегодняшний день мне бы хотелось отметить по этому поводу, что на 25.09.2020 года проведено списание у более 5000 граждан на общую сумму 12,3 миллиона тенге пени, но при этом сумма уплачена, основной суммы недоимки по налогам, составила 64,7 миллиона тенге. Как вы видите, это существенно пополнило бюджет и оказало поддержку нашему населению. В этой связи мне бы хотелось сказать, что данная мера поддержки будет касаться только объектов по земельному налогу и налоговое имущество, только физических лиц. То есть, если индивидуальные предприниматели имеют объекты предпринимательской деятельности, магазины, партиймахерские, АЗС или СТО, их это не касается. В эту категорию также входят частные нотариусы, адвокаты, частные судебные медиаторы и судоисполнители. Так что эта категория будет исключена из этого списка населения. В связи с тем, что сегодня истекает последний срок уплаты налога на имущество и земельного налога, я призываю граждан активно исполнить налоговые обязательства. Этот срок истек 1 октября. Истекает завтра, да, 1 октября. Уже это истек 1 октября. И имеется в виду, что по налогу на транспортные средства этот же срок установлен до 31 декабря 2020 года. Я возвращаюсь, хотел бы сказать, если у отдельных граждан имеется сумма задолженности за предыдущий период, сейчас им очень возможно воспользоваться налоговой амнистией. Ну, теперь давайте скажем, что касается... И еще можно, хотел бы сказать, что если имеются факты тогда, когда злостные налогоплательщики не уплачивают налоги, вот скажем, даже вот пройдя этот срок после 1 октября, то в этом случае будет начисляться пеня. Это за 2019 год по уплате налогов. А для злостных налогоплательщиков, которые уже не сдают и не хотят задавать, а уплачивать налоги, предусмотрена процедура принудительного взымания через институт судебных исполнителей. То есть уже принудительные парадки налоговые органы будут передавать материалы в судебные органы для принятия соответствующих решений. Ну, а теперь давайте поговорим, что касается налогообложения субъектов малого-среднего предпринимательства. Вот какие с июля здесь произошли новшества? Да, вот как я уже указал, вышеуказанный закон предусматривает введение отдельных льгот для некоторой части субъектов малого и среднего бизнеса, а также крупного бизнеса, мне бы хотелось сказать. Так, с 1 января 2021 года предусмотрена обязанность банка второго уровня предоставлять сведения в органы государственных налогов о проведении для оборганизации, проводящих отдельные виды банковских коопераций или суммах, имеющихся на их расчетных счетах. То есть это всем связано, что ограничения на проведение операций в наличной валюте. То есть банки будут сами решать, выдавать крупную сумму наличных денег налогоплательщикам или нет. Это будет связано с введением категорирования управления рисков налогоплательщиков. То есть по низкой степени это будет свидетельствовать об отсутствии оснований для отказа в выдаче наличных денег. Кто у нас это относится к низкой степени? Это налогоплательщики, систематически исполняющие свои налоговые обязательства в полном объеме, представляющие налоговую отчетность, не имеющиеся задолженности. И по второй степени риск это наличие оснований для невыдачи денег в наличной форме. То есть сюда будут входить налогоплательщики, которые противовес имеют налоговую задолженность, постоянно нарушают налоговые обязательства, то есть не представляют налоговую отчетность, имеют налоговую задолженность по суммам налогов. Ну тут это уже красная категория, как называется, и налогоплательщики. Кроме этого, хотелось бы отметить, что в связи с тем, что у нас сейчас введено ограничение по железнодорожным перевозкам, как вы знаете, там у нас сезонно, в период режима карантина и чрезвычайного положения действия были отменены отдельные рейсы, много рейсов по пассажирским перевозкам на поездах. Для этой, отдельно для акционерного общества Казахстана Тимыржова предусмотрен перенос сроков уплаты налога на добавленную стоимость со 2-го и 3-го квартала 2020 года на 25 февраля 2021 года. Это существенное влияние. Потом в связи с введением лицензированной микрофинансовой деятельности с 1 января 2021 года отменен сбор за учетную регистрацию организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность. Это что означает? Введение лицензирования микрофинансовой деятельности позволит отнести субъекты микрофинансовой деятельности к субъектам банковской деятельности. То есть уже будет определение, четко указанное, микрофинансовая организация будет относиться к банковским структурам. Кроме этого, вы заметили, что резкое снижение автомобильных перевоз, потому что отдельные регионы были закрыты на карантин. В связи с этим с 1 июля 2020 года по 31 декабря этого же года вводится отмена сбора за регистрацию сидельных тягачей на крупногабаритные автомобили, перевозящие международные и международные перевозки грузов. Также мне бы хотелось бы ответить, это приятная новость для вас, что с 1 июля по 1 октября до завтрашнего дня отменяется взыскание ИПН, это индивидуально подоходного налога, и социального налога для средств независимых СМИ. То есть сюда включается телевидение, а также печатные деньги. Сразу же хотелось бы обратить, почему я бы акцентировал внимание на независимых, то есть это не будет касаться государственного сектора. Да, коммерческие. Коммерческие, да, да. Кроме того, что определенные трудности были связаны также с авиационным сообщением. У нас перевозка пассажиров была отменена, много рейсов по авиационным компаниям. В связи с этим они были сейчас освобождены, вот со 2 июля, от ввоза запасных частей, от НДС, на ввоз запасных частей комплектующих изделий. Кроме того, на них распространяется освобождение от ставки, нулевая ставка применяется по уплате ставки земельного налога, а также на взглядно-посадочные, на здания аэропортов и терминалы. В основном, основные крупные моменты, касающиеся... Знаете, пользуясь случаем, что вы сюда пришли, хочу спросить, как-то вот сейчас, когда повсеместно идет активное внедрение программы «Цифровой Казахстан», вот, а что у налоговиков по современным технологиям? Что вот вы сейчас это, как это развиваете дело? В этой связи вообще вот мне бы хотелось отметить то, что вот до введения режима карантина из-за пандемии коронавируса вообще налоговыми органами был внедрено функционал налогового кошелька, который предусматривает облегчение всех налоговых услуг оплат. Так, сервис налогового кошелька в мобильном приложении портала КГД Салок опубликован на Apple Store и на Play Market. То есть мы можем через это на смартфоны, Android или... Для получения доступа к сервису налогового кошелька необходимо зарегистрироваться в приложение Салок, используя электронную цифровую печать или SMS-код, при этом для которого необходимо наличие регистрации в базе мобильных граждан. Также в мобильном приложении можно настроить вход по ИИН, паролю, коду быстрого доступа и биометрии. Механизм налогового кошелька позволяет проводить автоматическую размозку платежей в бюджет. Физические лица и индивидуальные предприниматели имеют возможность альтернативной оплаты налогов путем пополнения налогового кошелька. Сервис предоставляет налогоплательщику информацию о его текущих и предстоящих обязательствах в бюджетном. Понимаете? То есть уже налогоплательщик, любое физическое лицо может даже не осуществлять явочные порядки в КАС-почту или в банке второго уровня. И скажите, вот люди реально пользуются всеми этими? Да, пользуются. И мне бы сейчас хотелось бы отмечить отравленный факт, что через Каспий банк оплата производится, через банки второго уровня, через Народный банк, через АТФ оплата производится в режиме онлайн. Мне бы еще хотелось сказать, что вот на данный момент у многих налогоплательщиков приходят рассылки, смс. Комитет государственных доходов сцентрализованно, на основании имеющихся данных, направляет налогоплательщику рассылку о наличии или отсутствии налоговой задолженности по налогам или пеня. В этой связи мне бы хотелось отметить работу телефон единого контакт-центра 1414. Если вы набираете по телефону 1414 и приложение 4, вы попадаете в единый реестр работы органов государственных доходов. Там любому региону вам дадут ответ на любые вопросы касательно исполнения налоговых обязательств. На данный момент около 3000 звонков у нас, начиная с июня месяца, поступило только по Жамбулской области. Мы даем ответы. Кое-где, если налогоплательщик не согласен, мы просим его подойти в налоговый орган с подтверждающими документами. Бывают такие моменты. А вот есть другое доброе дело у вас, я знаю, вот эти вот акции вы проводили. Требуй чек, выиграй приз. Это дело делается вообще? Проводите вы? Или вот сейчас из-за пандемии что-то приостановилось? Нет, нет, нет. Мы эту работу даже продолжаем. Это стало уже доброй традицией, что каждый год, начиная с мая по конец года, органы государственного дохода проводят акцию «Требуй чек», выиграли приз. Мне бы хотелось бы добавить в этом плане, что в этом году добавилась еще одна акция. Как вы знаете, в прошлом году президент республики Казмиджимар Кемилович Тукаев в своем послании дал четкое указание освобождение от налогов на три года субъектов малого и среднего месяца, а также от проведения налоговых проверок. В этой связи мне бы хотелось обратить, акцентировать свое внимание на то, что наряду с этими льготами он дал четкое указание. Будет совершенствовать работать институт гражданского контроля, то есть через общественные организации, через блогеры. И сейчас на данный момент идет акция у нас «Гражданский контроль требует чек». То есть, если налогоплательщик, ему отказали в выдаче кассового чека, он может снять этот момент. И никто ему принял? Нет, нет, это законное основание. Законное основание. Этот видеоматериал он отправляет через систему Вайпон на сервер Комитета государственных доходов. Если в течение трех дней подтверждается этот факт, ну, видно же, видеоматериал, что он, да, действительно ему отказали. Налогоплательщику зачисляется на баланс тысячи единиц смартфона. И в отношении того налогоплательщика, который допустил нарушение налогового законодательства, части невыдачи или чека, или невыбития кассового чека, тогда принимаются меры административного характера, то есть составляется административный протокол. В этой связи мне бы хотелось бы отметить, что да, эта акция популярна у нас среди населения Жамбулской области. На данный момент у нас по Жамбулской области 327 налогоплательщиков отправили сообщение. То есть вы хотите сказать, что гражданская активность растет из года в год? Да, да, да. Судя по этой акции. Судя по этой акции, мне очень похвально отметить то, что по данному показателю у нас Жамбулская область идет на третьем месте среди 17 регионов. А скажите, что должен сделать человек, как поступить, в случае, если ущемляются его законы и права, или он столкнулся с фактом грубого отношения к себе со стороны работников органов государственных доходов, как ему быть, куда обращаться, что делать? В соответствии с законом Республики Казахстан у нас разработан и внедрен этика государственных служащих, закон. В этой связи у нас в каждом государственном органе, можно не говорить даже о налоговых органах, везде создан институт уполномоченных по этике. То есть, из числа руководящих работников Департамента госдоходов на данный момент, уполномоченным по этике Департамент госдоходов в Жамбулской области является заместитель руководителя Сагитов Юрки Булан Юрбулыч. Он принимает граждан, а также всех государственных служащих, у которых ущемлены права, скажем, или его этика вызывает не хищное к нему поведение с других государственных органов, работников. Он может обратиться к уполномоченному по этике, на месте проводится расследование, и даже если, да, подтвердился факт, скажем, если факт грубого или хамского отношения, скажем, сотрудника органов госдоходов в отношении физического лица, то в отношении него принят путь приниматься меры дисциплинарного характера с вынесением, то есть, наказания. Да, вот основной упор уполномоченной по этике у нас делает на встрече с населением, ну, сейчас, в данный момент чисто у нас контакты идут через телефон, так как это, вы сами знаете, режим карантина, в этой связи тоже мне хотелось бы отметить, что, да, граждане активно обращаются, мы принимаем меры, да, люди признают, ну, сотрудники, я имею в виду, признают свои ошибки, да, бывают, ну, надо тоже признать, что работники госорганов тоже люди, они психологически бывают надломленные, но стараются избегать этих дел. В этой связи у нас проводится анонимное анкетирование, в этом году где-то в пяти районах мы провели такое анонимное анкетирование, и анализы этого анкетирования позволяют выявить наиболее слабую сторону в психологическом портрете работника органов госдоходов. А вот скажите, вот скажем, человеку нужно получить ответы на какие-то вот интересующие его темы, вопросы, которые касаются налога, налогу и таможенному законодательству, вот к каким источникам он может обратиться и откуда получить эти ответы? В настоящее время в Департаменте государственных доходов по Жимовской области, а также в территориальных управлениях госдоходов, во всех районах и по городу Тарас, работают социальные сети, то есть в Департаменте государственных доходов сейчас активно работает Фейсбук, Твиттер, ВКонтакте, социальные сети, Телеграм, Инстаграм, а также у нас имеется YouTube-канал, на котором мы размещаем свои видеоматериалы. Кроме этого, хотелось бы отметить, что у нас есть WhatsApp-номер, на который поступают сообщения, и вот, как вы заметили, я уже ранее говорил, 14-14, контакт-центр, туда по всем вопросам можно с 9 до 6-30 обращаться, мы дадим вам квалифицированный ответ, а если будет независимый, мы не можем предоставить вам своевременный ответ, по независимым от нас обстоятельствам, налогоплательщикам мы дадим рекомендации, как точно и правильно исполнить налогообязательство. Спасибо. Напомню, что сегодня о налоговых изменениях и послаблениях с июля 2020 года нам рассказал руководитель управления разъяснительной работы Департамента государственных доходов по нашей Жамбовской области Умерзак Сайлауч Коспанов. Спасибо вам. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова